И снова всем привет, мои друзья, подписчики и случайные зрители моего YouTube-канала. Я решил поменять формат. Не хочет объединить эту державу, как ты скажешь, еще объединить этих людей. Я встретился и пообщался с пару десятков людей, которые говорят, что в принципе большинство украинцев, у них такая позиция, моя хата с краю, ничего не знаю. И как подтверждение тому, это вот недавнее событие с ЧПшниками. То есть, кого конкретно коснулось их закон, который они приняли там, да, те и вышли на забастовку. И они говорили, что, ребят, давайте все вместе вот выйдем, потому что и вас потом коснется другие вопросы. Ну, в общем, нереально поднять эту страну. И я решил рассказывать, буду рассказывать реально про свои, про свою жизнь, про свою реальность, истории, ситуации. Вот, то есть в моей жизни вот происходят такие события интересные. Блин, куда он едет? Жук. Сзади, сзади, подкрался, гад. Вот, в общем, я сейчас еду на Киев со стороны Борисполя. В общем, я буду рассказывать про свою жизнь и про все, что со мной происходит. Это касается своей машины, своего дома, своей работы и всей ситуации, которые встречаются на моем пути. Вот, то есть жизнь полна приключений. Вот этот гад, который хотел реально, хотел меня подрезать. Что на дорогах, ситуации каверзные. Что с машиной, тоже ситуация интересная. В двух словах, вышел из строя, в общем, машина начала греться. Как это сказать? То есть температура с 90 начала зашкаливать. Конечно, я остановился. Кое-как там довез машинку до дому. И на разборке выяснилось, что порвался ремень в охлаждении. А когда ремень поменяли, выяснилось, что корпус помпы, этой охлаждающей, лопнул, треснул там и протекал. Ну, пришлось поменять помпу. Два дня ремонта, два дня без машины, два дня своим ходом. Но машина вновь в строю. Дальше. Забыл поменять масло. Начал листать, искать пробег, когда я последний раз взял масло. И выяснилось, что машина проехала вместо 10-15 положенных, она проехала 26 тысяч. Конечно, я вчера утром в субботу встал и поехал менять масло. Не только масло, но взял, думаю, все. Масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр двигателей, воздушный фильтр салона. И когда это все менялось, чувак говорит, слушай, у тебя протекает... Блин, куда я записал? Какой-то сальник протекает, коробки передач. Я думаю, бляха, муха, что ж за ним парт? Это все под защитой. В общем, я этот процесс закончил и поехал к ребятам на СТО, которые сняли защиту и начали осматривать. И говорят, у тебя не сальник течет там с коробки передач, смотри, он сухой. У тебя течет масло, тупо просто льется масло с турбины. И вчера я прозванивал, там плюс-минус ремонт этой турбины. Короче, жах. Теперь ежедневно мне надо будет смотреть, проверять уровень масла, чтобы, ну, типа не накрылся движок. Вот, так что потихоньку, не спеша я выхожу из зоны комфорта, к которой привык на протяжении последних, не знаю, последних 16 лет я не выходил из зоны комфорта. И мне, на самом деле, я во всем вижу позитив. Даже если я останусь без машины, я все равно буду снимать видосики. Буду показывать Киев изнутри, ситуации, ну, всякое такое. Так что, если ты смотришь это видео, поддержи лайком, напиши какой-то коммент, подпишись на канал. Буду стараться снимать что-то интересное, постараюсь что-то полезное показывать. Ну, и всякое такое. Всем мира и добра!